Добрейшего вечерочка, друзья! С вами Лонид и сегодня вы смотрите обзор 23 главы манги Барута, которая носит название Карма. Поехали! Ох, друзья, вся эта глава это сплошная спекуляция на догадках и всякого рода теорий деятелей интернета. Но обо всем по порядку. Начинается все с крупного фрейма жабы и самого Кашина Коджи. По размерам данная жаба, как по мне, меньше жабьего босса или же Гамакичи. И в этом плане больше похоже на призыв к Нахамару, то есть на Гамагору. После Кашин Коджи просто отменяет призыв. Да, вот так просто. Потратил чакру ради того, чтобы призвать эту жабу и раздавить и без того потрепанного и не самого мобильного Ау. А после отправляет ее в Освояси. Ну, пафосный мужик, ничего не скажешь. А после Ау выказывает команде 7. Да. И в отдельности Барута свой респект. Мол, Ау одолел, хотя он вроде как не последний человек в мире. Но Канахамару плевать на все эти похвалы. И вспомнив, что он как бы тут старший по званию, начинает весьма прямо интересоваться. Кто такой Кашин Коджи? Спросил бы уж, кто под маской скрывается. Чего уж там. Что за кара такая? Какие цели эта организация преследует? И так далее. Но пафосный мужик отвечать на все это не собирается. И обездвиживает компанию техникой Кавазуноми. Техника эта весьма интересная, так как создает некий барьер, в пределах которого люди в той или иной степени обездвижены. Если вспоминать барьерные техники, которые применялись до этого, то, скажем так, гранями, которые формировали этот самый барьер, выступали, как правило, шиноби, которые применяли ту или иную технику. Но здесь таковыми гранями являются земляные колонны, что делает сию технику весьма эффективной и, как следствие, мощной. И Канахамар, увидя, что их вот-вот поджарит, наконец-таки вспоминает, что он не просто главный, а еще и опытный Джоунин. И вырывается из этой ловушки, активировав печать на своей груди, в центре которой, кстати, расположен герб Сурутоби. Но это так, к слову. И вы не представляете, насколько мне понравился этот момент. Я, в принципе, очень люблю техники печати, так как они многогранны, неоднородны и сложны. Но не в этом суть. Что данная техника, что предыдущая, которой Кашин обездвижил Баруто и компанию, имели аналог в ролевой мир шиноби. В соцсети Мой Мир, в которой я активно участвовал с 2010 по 2014 год. И в очередной раз очень приятно, что неканоничные техники, которые мы тогда создавали, продолжают в той или иной форме появляться в каноне. Эх, вот это я понимаю создание теорий. Ладно, вернемся к сути. Техника весьма полезная. Техника очень многогранная и может спасти во многих ситуациях. А в потенциале, кто знает, возможно, авторы извратятся настолько, что позволят Канахамару применять технику печати Бога Смерти. Без последствий. Так как за счет этой техники он будет аннулировать запечатывание собственной души. Но, как по мне, это бред, не зная, зачем я это предположил, так что двигаем дальше. Канахамару подчеркивает, что данная печать является отражением его осторожности, что на самом деле весьма неплохо. Ибо здесь нам показывают новую грань характера данного персонажа, которая значительно отличает его от Наруто. Который даже сейчас, повзрослев и став Хакаги, лезет на пролом, особо не задумываясь о последствиях, поскольку у него невероятная сила, регенерация, все нипочем и так далее. И раз уже зашла речь о Наруто, кто знает. Но, возможно, именно с его подачи Канахамару и занимался изучением наследства клана Узумаки. И, основываясь на их печатях, создал свою. Ладно, опять лирика, затягиваю ролик, возвращаемся к сути. Следующие несколько фреймов Кашин Коджи респектуют уже Канахамару. А тот, в свою очередь, обещает своим подопечным защитить их, даже ценой собственной жизни. И начинается потасовка. После серии ударов... Серия обычных ударов. Нет, не настолько мощных, которые Кашин Коджи парирует, даже особо не вспотев, Канахамару применяет Рассенган. На что в ответ получает... Рассенган в исполнении Кашин Коджи. Но как бы окей. Хотя нет, ни разу не окей. Сам Канахамару подчеркивает, что это не гинзюцу, или же применение какого-то научного механизма ниндзя. Шеринганом наш парень в маске... Ну, Шеринган, парень в маске, поняли, наверное, да? Кашин Коджи тоже вроде не обладает. Соответственно, то, каким образом он владеет данной техникой, остается загадкой. И это очередная капля масла в огонь тех, кто топит за то, что это потомок, соклановец или же сам Джирайя. Я же все-таки считаю неправильным сбрасывать со счетов какой-либо механизм. Так как если Канахамару не увидел на его запястье КТ, это не значит, что он не применил что-то иное. И возможно, это что-то менее заметное и позволяет, например, копировать техники. Плюс ко всему нельзя забывать, что Катаски был под чьим-то там контролем. Вероятнее всего, Кары. Вероятнее всего, именно им он сливал информацию. И вероятнее всего, помимо информации, он также слил им устройство, которое уже упоминалось, то есть КТ. И как вы помните, в своеобразную библиотеку техник с его приспособления также входил Росенган. Так что нельзя исключать, что Кашин Коджи, будучи весьма опытным шиноби, взял и извлек из этого маленького свитка необходимые знания для того, чтобы овладеть Росенганом и, собственно, овладел их. Однако, возможность применять Росенган не означает владение им лучше, чем Канхамару. И в столкновении двух Росенганов оба оппонента отлетают на одинаковое расстояние и при этом остаются стоять на ногах. В общем, тут своеобразная ничья. После же Канхамару задается тем же вопросом, что и я, а именно, какого черта этот Седовлас и себе позволяет? Но Кашин не дремлет и на Канхамару нападает Жаба. Маленькая такая жаба, правда, очень злая. Нет, ну правда, вы посмотрите на нее. Ладно, ладно, не нападает, а каким-то образом оказывается на нем. И становится очагом техники пламени истины Самадхи. Второй раз мы видим применение этой техники. Сейчас все стало чуть-чуть понятнее, но все же полной информации по-прежнему нет. Техника по своей сути это эдакая Аматерасу. Горит, не боясь ни ветра, ни дождя. Жжет так, что аннулирует эффект регенерации. Но по вопросу применения этой техники, опять же, не до конца понятно, что и как. То ли на объект, с которым контактировал Кашин Коджи, устанавливается некая печать, наличие которой нам пока не раскрыли. То ли все те объекты, которые высвобождают пламя, это что-то по типу бомб Дейдары, только они выглядят как вполне себе обычные объекты. То ли пользователь данной техники пропускает свою чакру через объекты, с которыми контактирует, а потом уже дистанционно преобразует ее в данное пламя. Опять же, все это лишь мои предположения, но больше всего я склоняюсь к первой версии, хотя третья мне тоже в принципе нравится, но все же в меньшей степени, чем фишка с печатью. И надеюсь, что в дальнейшем нам раскроют все тонкости данной техники. А самое главное, покажут, что она не так уж и проста, как кажется. Ибо на лицо у нас нереальная имба, которая по силе не уступает дефолтному матерасу, а пользователю всего-то нужно жабу подсадить на противника. Согласитесь, очень имбалансно выглядит, пока что. И после всего произошедшего на сцену врывается Баруто, активируя карму и поглощая сначала барьер, а после и пламя. А после отрубается. Вот. И вот здесь на самом деле все нормально. Баруто инстинктивно применяет некую нереально мощную силу. Совершает пару действий, а после теряет сознание. Думаю, здесь идет очевидная аналогия с Наруто и Чакрой Лиса, когда попервой она вырывалась на фоне эмоций. Да, в принципе, потом она вырывалась на фоне эмоций, просто механизм был более ясный и понятный. Сильная, непонятная техника, которой Баруто обладает, но пользоваться не может. Активируется на фоне эмоционального всплеска, а после дает мощнейшую отдачу. Да, вот к этому у меня претензий никаких нет. К тому, что именно Баруто убил Бумашеки, у меня есть огромные претензии, а вот к этому нет. Надеюсь, что у Митски нечто подобное будет с его режимом Отшельника, так как тот факт, что он им обладает, еще больше бред, чем ситуация с Баруто. Просто в очередной раз убеждаясь, что во всей этой троице Сарада самый сбалансированный, самый продуманный персонаж. Вот серьезно. Окей, теперь к карме. Именно так эту силу назвал Кашин Коджи. Как минимум показали, что данная способность позволяет поглощать другие техники. Уже, как говорится, что-то. Как вы понимаете, это из разряда перков Ренингана. Но оно и не удивительно, ибо это силы убийцы богов и бла-бла-бла. Многие теоретики, наверное, поднапряглись, увидев, что у Баруто при активации рисунок был идентичен тому, что мы видели во время его схватки с Каваки. Соответственно, теория о том, что с каждым убитым Оо Цацуки, или же другим убийцей богов, печать разрастается, отпадает. Однако, не все так просто. В деактивированном состоянии печать Баруто имеет форму ромба на ладони, в то время как во время схватки с Каваки у него она занимала всю руку, а у самого Каваки, в принципе, по дефолту был полностью высвобожден весь рисунок. А в качестве активации эти двое демонстрировали изменение цвета печати на красный у Каваки и на синий у Баруто. Но, опять же, друзья, та сцена была вырвана из контекста. И где, собственно, гарантия, что ради пафоса там не было показано некое медленное распространение данной печати у обоих? И в тот момент, который был показан конкретно нам, у Каваки оно уже завершилось, а у Баруто печать лишь подступала к шее, а затем к лицу. Так что, исходя из увиденного, лично у меня формируется такое мнение. Рисунок печати никак не связан с количеством убитых Оо Цуцуки, или же тех, кто их убил. В деактивированном состоянии печать у всех имеет форму ромба. А что мы видели в первой главе и серии Баруто, это лишь вырванная из контекста сцена, в которой процесс пафосной медленной активации печати остался за кадром. И также для меня теперь очевидно, что есть, скажем так, вторая стадия активации данной печати, которая связана с изменением цвета. И раз он у пользователей отличен, то, возможно, во второй стадии появляются индивидуальные спылы. Как, например, в случае с Мангекё Шеринганом, где у всех и рисунок, и способности индивидуальны. Но опять же, в определенной степени, не надо тут писать, что и у Саски, и у Итачи была Моторасу, и так далее. Но вернемся к главе. И после увиденного, Кашин Коджи благодарит Баруто и компанию за полученные сведения. Речь идет о том, что Мамашики одолел не Наруто, как до этого думали в каре, а Баруто. И после этого он все так же пафосно уходит. Сарада же хочет продолжить схватку, но ее останавливает Митски, говоря, мол, остынь, у нас тут и так потери, а тут еще и ты. На что Кашин Коджи, закрепляя за собой образ человека прошаренного, говорит, что сын Арочимару прав. Сын Арочимару, то есть он как бы в теме. Ну, вы, думаю, поняли. И после этого все возвращаются в Каноху, ибо информации просто куча. И тут они находят одну из марионеток, с которой сталкивались ранее. Марионетка это уничтожено, что нехило так всех удивляет, так как до этого никто не мог нанести им никакого урона. И в самом конце врывается Чемару. Да, это тот пес с протезом, если вы вдруг забыли. И ведет он героев к... Каваки. Да, глава продолжает сносить башню. Ну, по меркам Баруто, естественно. И в сюжет вводят Каваки. Все. Каваки это не Ивабы. Каваки это не сын Даймя. Каваки это Каваки. И он из кары. Причем из числа внутренних участников. Ну, по крайней мере, такой вывод у меня напрашивается, так как у него римская девятка на щеке. Опять же, о предназначении этих цифр трудно рассуждать, так как самый банальный вариант, что номер означает иерархическое положение, не сильно вяжется с тем, что у Джигена, который пока позиционируется как лидер, имеет цифру 4. Если же это показатель силы, то да, логика в этом есть, так как лидер, в принципе, не обязан быть самым сильным, а должен грамотно руководить. Но Сёнены так не работают. Самый главный, как правило, позиционируется и самым сильным. Так что, пожалуй, тоже нет. И знаете, я уже слишком много болтаю, а реально годных идей у меня насчет этого пока нет. Так что опущу этот момент, ну а вы можете написать свои мысли в комментариях. Ну что ж, а что в целом до головы, то она прям хороша, по меркам Барута, естественно. Впервые за все главы я почувствовал, что все страницы используют по максимуму, поскольку показали реально много всего. В то время, как до этого у меня складывалось впечатление, что глава по объему равная двум-трем еженедельным главам не сильно соответствует им по содержанию. Хотя, возможно, это я давно не читал Мангу ван Гоинге на 15-20 страниц и предъявляю слишком большие требования. Кашин Коджи в принципе интересный персонаж. Продолжает играть на фанатских теориях, но при этом его харизма, сила, а также его поведение, которое сочетает в себе хорошие манеры, надменность и определенное уважение к противнику делает из этого персонажа не просто пшик для теорий в интернетах, а вполне себе неплохой образ. Вели в сюжет Каваки. Да, начали раскрывать силу печати. Одним словом, манга зашевелилась. И опять же, впервые за все время я поверил, что Барута реально может стать чем-то удобоваримым. Нет, то, что этот тайтл достигнет такого же пика, как и Наруто, я не верю. А пиком в Наруто я считаю арки про битву Джирайи и Пейна, и Тачи и Саски, и атаки Пейна на Коноку. То есть кульминация глобального сюжета об Акадске. Также я не верю, что грядущая война, неважно с кем, соуцуцуки или же Карой, которая 100% будет, окажется так же хороша, как и самые годные моменты из 4-й мировой войны Шиноби. Однако, после этой главы я верю, что Барута в принципе можно вывести на тот уровень, когда данный тайтл можно будет сравнивать с его предшественником. В то время как сейчас я в этом смысла совершенно не вижу, ибо Барута как ни крути играет в другой, более низшей лиге. Ну что ж, друзья, на этом все. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте ко мне в соцсети, буду рад видеть вас и там, все ссылочки в описании и ждите обзор на следующую 24-ю главу манги Барута.